Всем привет! И наконец-то у нас снова выходит рубрика. Сегодня мы будем пробовать различные дошираки. Здесь у нас по большей части это все корейское, тут в основном ромэны, ну и не только, еще что-то. Вот и какая-то китайская лапша. И мы решили разделить этот ролик на две части. И сегодня мы будем пробовать ромэн со вкусом кимчи. И будем пробовать топпоки с сыром. Так что давайте пробовать. Так-так-так, с чего же начнем? Я, признаться честно, очень хочу попробовать. Я прям очень большие ставки почему-то ставлю на топпоки. Я никогда не пробовала, что это такое, вот. Но мы очень много в последнее время посмотрели видео про еду в других странах. И, не знаю, про топпоки там даже очень много говорили, что это вкусно, интересно. Поэтому, наверное... Саша, как ты думаешь, с чего начнем? Кимчи или стоппоки? Да без разницы. Я и то, и то не ем. И я тоже. Ну нет, кимчи, конечно же, мы пробовали, но именно вот в таком виде кимчи ромэн. Нет. Ладно, давайте начнем с топпоки все-таки, потому что я подозреваю, что это будет очень остро. Поэтому сначала попробуем что-то более нейтральное. Это что-то очень непонятное. Какие-то палочки. Так, это сырная пудра. Ладно, сейчас будем смотреть, как готовить. Я, честно сказать, даже не знала, как это все делать. Я не знаю, что это топпоки все рассказал. Но, ладно, я просто даже, честно сказать, не знала. Так, что нужно сделать? Добавить рисовые палочки и пудру сырную, ее все смешать, залить 50 грамм воды. Думаю, что это можно на глаз делать или прям 50 грамм нужно отмелить. Ой, это еще нужно в микроволновке готовить, представляешь? Так, ладно, открываем. Мне нужна твоя помощь. Или ножницы. Так, это есть нельзя. Высыпаем. Засыпаем. Так. Сколько это, 50 грамм это налить? Это как 100, только 50. От 100 в 50 дней будет. В общем, что я хочу сказать. Пахнет очень сырно, пахнет как читос. Выглядит это, конечно, максимально странно, эти палочки в сырном соусе. Если это все помешаю, поболтаю, залью водой. Воды у нас там указано 50 грамм, поэтому я примерно на глаз. Наверное, примерно вот так. Так, заливаем и перемешиваем. Ой. Все. И отправляем в микроволновку. Все. Ждем, пока у нас приготовится. Там нужно 2 или 3 минуты. Поэтому сейчас посмотрим и будем пробовать. Так. Ну что, у нас вроде как все приготовилось. Так. Ммм. Это выглядит супер сырно. Ммм. Так. Ну что, пробуем. Это очень такое странное рисовое тесто. С супер-супер сырным соусом. И, естественно, он острый. Не сильно, но такая приятная, кстати, остринка. По вкусу прикольно. Как будто это, даже не знаю, как читос, который не размокает. Такой более упругий. Но на самом деле прикольная тема, что довольно вкусненько. Мне это напоминает как... Как картофельные клетки, что ли. Что-то такое вот. Какое-то, не знаю, с детства воспоминание, что как вот суп делали. Вот по вкусу, по консистенции, что-то примерно такое. Так, на, попробуй. Ну как тебе? Ну, я тебе вроде нормально. Ну, прикольно, да? Мне вот говорили... Вкус пластмассы или какой-то семечки, типа просто как будто из воздуха. Но эти вроде были менее. Да, эти прям вкусные. Я говорю, мне вот напомнило, что это как будто клетки. Помнишь, ты ел такой суп с клетками в детстве? Нет? Ну, у меня был. Может, кто знает? Кто, если пробовал, то вы примерно должны понимать, что это такое за вкус у этих тупоки. Вот. И в целом мне нравится все. Меня забрали. Стаканчик. Говорю, вкусно. Мне нравится. Ну, не прям охренеть как вкусно. Ну, прикольно. Не противно, потому что некоторые дошираки здесь у нас... Первая наша хозяйка в предыдущей квартире. Она нам сделала подарок и поставила какие-то дошираки. Но они, честно, были абсолютно безвкусные. Наш доширак намного вкуснее. Вот. А эта штука именно прикольная. Но это не сама лапша. Поэтому... Может, поэтому еще так интересно. Давайте открывать следующую. Это у нас ромен кимчи. И попробуем, что же у нас здесь. Открываем. Ну, здесь приготовление довольно простое. Так сказать, стандартное. Открываем, засыпаем, заливаем. Да, и, собственно, немножко подождать. Поэтому уберем кипяток. И заливаем. Единственное, зря я оторвала бумажку. Но сейчас я смастерю. Так. Все. Ждем. Думаю, что примерно 2-3 минуты мы будем точно ждать. Ну что, пришло время. Я думаю, что, наверное, уже все готово. Так что давайте пробовать. Ну, выглядит как обычный доширак. Но я думаю, что тут самое... Это именно вкус кимчи. Видно уже, что вот она, это капуста. Что? Я сразу скажу, что я уже вижу, что это острое. Потому что красный перец, красный этот соус. Так, ну что. Вот я хочу сказать, что здесь эта лапша, она не вся вкусная. Здесь есть дошираки именно с нормальной лапшой. А есть прям с ужасной. Поэтому еще раз говорю, что доширак... Доширак. Вкусный. Ну, это не острое, представляешь? Я думала, что это острое, а это прям... Но по вкусу это просто максимально обычный доширак. То есть кимчи, ну вот я сейчас захвачу эту траву, потому что у меня вот так получается, что я только лапшу съела. Сейчас именно с кимчей попробую. Ну, когда кимчи берешь, что-то какие-то есть отголоски. Ну, в целом, максимально обычная лапша. Ничего такого, вот просто доширак и все. А, будешь пробовать? Давай. Ну, она не острая. Я думала почему-то, что это сейчас будет очень острое, потому что все, что мы смотрели видео в Корее, что там супер острый доширак. Ну, вот этот весь ромен. И на самом деле я видела в магазине вот эти вот пачки с острым-острым дошираком, но я не стала брать. Почему? Потому что я и так мучилась с животом. Я не очень хочу раздражать свой живот, потому что здесь, я так думаю, что и в Корее острота, она в целом не пикантная, неприятная. Она просто ужасно сильная, и она просто начинает жутко жечь, и вкуса еды ты вообще перестаешь чувствовать. То есть у тебя просто вот все горит огнем, и все, и можно только есть в прикуску с молоком. Вот, поэтому я не стала дальше, честно сказать, брать, потому что по сути вкуса вы и не почувствуете. Ну что, как тебе? Да, непонятно. Типа просто... Ну из-за того, что я тоже в целом не люблю, я не любитель всякой такой еды, для меня просто обычная какая-то, как бич-пакет. Ну да. Да, реально, дешманский бич-пакет, вот я по-другому не могу сказать. Если делать какую-то рейтинговую систему, то тупоки будет поприкольнее. Да, тупоки пока вообще на первом месте, но мы пока что пробуем только два. Рейтинг мы уже составим после наших следующих товарищей, которых мы попробуем. Выставим прям нашу шкалу, чтобы нам понравилось. Но тупоки, да, тупоки прям мы все съели уже за кадром. Очень было вкусно, пока мы ждали кимчи. Вот и здесь, ну в целом, максимально простая лапша. Ничего в ней сверхъестественного, ничего особенного. Вот поэтому даже второй раз я бы не повторила и не взяла бы ее. А мне еще? Все. Ты опять же съешься. Я ее любитель. Да. Просто вы увидели за кадром, как Саша его плетает. Он все тупоки съел. Да, мы, кстати, специально не ели для того, чтобы, ну просто блин сытом упробовать. Это вообще не очень, когда ты вроде как еще не ел. Так. Не, ну бульон приятный. Бульон, правда, по вкусу, как кимчи. Потому что я вот любитель. Саша тоже кимчи не очень любит из-за того, что это острое. А мне нравится сам кимчи. Вот это сама капуста, как они ее делают. И поэтому сам бульон, в принципе, очень вкусно. Особенно вот посыт. Это внизу лапша, которая уже прям очень-очень-очень хорошо пропиталась. И, ну, довольно вкусненько. Ну что, я хочу сказать спасибо, что вы посмотрели это видео. Скоро выйдет уже вторая часть, где мы попробуем оставшиеся три ромена и китайскую лапшу. Составим наш рейтинг. Так что не забывайте подписаться на канал. Оставляйте комментарии, что вы пробовали, может быть, какие-то. Или вы хотели попробовать. Или вы хотите, чтобы я все-таки попробовала что-то супер острое. Или там еще какие-то. Оставляйте ваши комментарии. И увидимся в новом видео в части 2. Пока-пока.